Добрый день! Ко мне приехало много новинок. Начнем потихоньку их рассматривать. Некоторые интересные, некоторые не очень. Но начнем с простенькой. Это CENSO MAGIC COLUMN CUBE 2. Или также называют CUBE LATIPUS 2.0. Вот 2.0 здесь есть, а что по-китайски написано, не знаю. То же самое. Механизм, техническая информация, строение, что-то еще. Открываем. Есть инструкция даже. Получаем вот такую вот уже знакомую форму. Не так давно я и радовался. Сейчас, ну да, что-то новое появилось. Ну, чуть-чуть усложненное. И таких утконосов выпустила компания CENSO сразу 2. Ну, помимо первого, появился еще зеркальный экземпляр. И вот старый утконос. MAGIC COLUMN 1, 2 и MIRROR версии. Посмотрим, чем отличаются. Ну, про зеркальную версию как-нибудь потом поговорим. Сейчас заглянем на мгновение в инструкцию. Я не открывал еще. Ну, что-то здесь есть. По-английски, по-китайски. Какие-то несколько шагов. Вся ломка простейшая. Посмотрим, чем отличаются первая версия и вторая. Сразу скажу, что стоит версия 2 неразумно дорого. Я ее купил где-то за 1300 рублей в Китае. В российских магазинах она 1700 с лишним, по-моему, уже стоит. Покупать обе версии смысла нет никакого. Если хочется такого вида, то берите сразу вторую. Она в себе полностью включает функционал первый. По цветам даже есть какие-то различия. Первая версия здесь. Пластик желтый. Какой-то вот немножко с другим оттенком. Да и остальные цвета тоже. Здесь вот синий потемнее. Зеленый тоже потемнее. Фиолетовый примерно такой же. Кажется, что сильнее матовость. Матовая поверхность чуть более грубая. Ну, немножко оттенки отличаются. Вот так строение похоже. Первый утконос вращается вот так. Похоже на какой-то сантехнический прибор. Ну и все. Здесь добавилось еще двухслойное вращение. Вот так можно. То есть вращаем так. И вращаем вот так. Сразу же замешаем. Форма интересная. Вращение чуть похуже, чем у версии 1. Но вращается. Я один или два раз все собрал. Так что, наверное, еще разработается. Когда в таком положении можно видеть, как внутри входит механизм. Вот эти детальки немножко разъединяются. Механизм слегка заметен. Ну, внутренний слой теперь он получился одноцветный. Поэтому перемешивать его как-то трудно. Ну и нужно доворачивать. Чтобы не было такой ситуации, значит следующий поворот невозможен. Ну, допустим, перемешать. При таком сдвиге можно это внутреннее строение тоже увидеть. По сути, это октаидра. И здесь центров либо углов 8, вокруг которых происходит вращение. Что эти, что эти одноцветные. Главное, вокруг них собирать элементы остальные. Ну, давайте что-нибудь соберем. Вот сначала внутренний слой. Синие. Вот все как-то без трудностей собирается. Вон, три синих элемента. С этой стороны два желтых стоит. Нужен третий. Подворачиваем пустое место. Ставим сюда желтый. Да, но в этот момент у нас синий пропал. Поэтому нужно делать таким образом. Сначала сюда желтый подвернуть. Его выбить. Поставить пустое место. Вот так. Два цвета есть. Собираем дальше. А тут зеленый. Надо зеленый поставить сюда. Чтобы желтый не ломать. Поэтому движение тоже возвратное. Так. Еще один зеленый. Ставим сюда. Подворачиваем. Ну, внутренний слой собран. И это весь функционал дополнительный от второй версии. Дальше это становится обычный купла типус. Или магическая колонна первой версии. То есть, если вы хотите что-то одно приобрести. Не знаю, как сейчас будут цены различаться. Но первая версия вращается получше. Да и стоит, наверное, подешевле. Но вторая версия первая в себя полностью включает. Повторяет функционал. Ну, собираем дальше. Начнем с белого. Внешний слой. Один есть. Красный есть. Сюда нужно подставить синий. Синий поищем. Вот здесь. Причем мы пока спокойно можем вращать вот эти вот элементы. Потому что эти все одноцветные. Неважно где они стоят. По идее, тут должны быть какие-то псевдопаритеты из одноцветных. Но нет. Просто упрощенная сборка. Дальше. Белый готов. Собираем тут. Кто оранжевый. А здесь один на месте. Ну, здесь поставим оранжево-зеленый. Не сюда же надо было. Чуть разъезжается. Ставим на свое место. И сюда еще один ножен. Пока без каких-либо возвратных движений. Ставим. Все вышло. Дальше. Фиолетовый. Один элемент стоит. И теперь уже какие-то движения возвратные должны быть. Вот у нас серый, фиолетовый два остались. Их собираем. Фиолетовый. Сначала, наверное, лучше зеленый поставить. Ставим сюда зеленый. Отворачиваем. Возвращаем. Так. И нужно отсюда этот фиолетовый забрать. Ну, проще уже вот так. И все. Решайте сами, нужна ли вам такая головоломка. Я купил. Мне было интересно. И эта вторая версия расстроила меня гораздо меньше, чем вот эта. Ну, про нее как-нибудь в другой раз. Теперь у меня три утка носа. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok